Итак, всех приветствую на своём канале И сегодня у нас Добавление в рубрику Ретро-музей Вот такой вот ящичек В данном ящичке, как вы Уже прочитали сверху Это Рация R109M Итак, она у нас по информации Производства 1977 года Также Нарисовано не вскрывать Герметично И не кантовать И другие знаки Ящик, конечно, при хранении долгом пострадал Довольно значительно У него нету снизу одной там Планки упорной А с этой стороны есть И сбоку там крысы проглазили Отверстие Ну-то и так он Жизнь потрёпанный Данную радийку Списали Ну, на самом деле Она новая Вот, в принципе У меня, правда, тараканы Не обращайте внимания Такая бумажная упаковка идёт Да, сразу, чтоб На меня В комментариях Не писали ничего Типа ТВ там не шаришь И там подобные комментарии Сразу говорю С такого типа рации Я вообще никогда не сталкивался Досталось, а случайно Так что Можете меня в комментариях поправлять Но Как говорится Писать плохие комментарии Чисто из-за того, что я в этой рации Бум-бум Не разбираюсь То Просьба Такие комментарии Не писать Я это и так Прекрасно знаю Вам просто Решил Побозревать Данную радийку Поскольку Чтоб осталось На память Потому что Данные радийки Или Разбираются На драгметаллы Или Ну, короче Уплывают Их с каждым днем Становится Всё меньше и меньше А в таком состоянии Как вот эта радийка То есть Полный комплект С аккумуляторами Таких наборов Ещё меньше Потому что Ящики из-под радеек Хорошо пригождаются В хозяйстве Аккумуляторы Ну, некоторые любители Тоже они поганно используют Ну и так далее Ну, вон Давайте рассматривать Что здесь есть Ну, первое Что бросается в глаза Это Вот такое вот Руководство Да, здесь написано Что руководство Подходит к рациям R105M R108M R109M Почему это является так? Потому что Все три модели рации Одинаковые Одинаковые Ну, они По виду все одинаковые Единственное у них Различие между собой Это частоты Каждая из модификаций Работает на разной частоте Вот в чем вся разница Так, ну давайте Книжечку Немножко погортаем Ну, здесь разные Инструкции И так далее Что я Больше всего радуюсь Когда вскрываю Данные Артефакты Старины Мне радуют Вот эти вот Взрыв-схемы Я их обожаю Поскольку сам занимался Электроникой Увлекаюсь О чем говорит мой канал То для меня Это, конечно Ценность огромная Вот такие вот Когда идут Схемы Так, что у нас тут Следующее Следующее у нас Вот такой вот Пакунок В пакунку Книжка По Аккумуляторам По ихней эксплуатации Аккумулятора Четыре Книжечки Соответственно Так же Столько же Порядок Переконсервации И упаковки Инструкции А эту инструкцию Я, по-моему, не смотрел Мне даже Самому интересно Всякие мелочи Написаны Я думал С картинками будет Так Давайте Дальше смотреть Это у нас Если не ошибаюсь Тангента В названии Вот Все на пломбах Тангента у нас Довольно-таки Прикольная Довольно-таки Старая Ладно Дальше Пошлите Смотреть Так Это у нас Раниц Радиста Сейчас я коротко Покажу Что в нем А в нем Удлинители Под Антенну Куликовку И не только По-моему Их только под Куликовку Используют Сейчас обратно Ставлю Также здесь Сама Куликовка Куча Всяких Ништяков Это Отвертка Вот такой Ключик И отвертка Там есть Минусовая Ключик По-моему Для аккумуляторов Также имеется Вот такой Вот фонарик Подсветка На рации Там где-то Вход есть Я не помню Где На рации Ну и так По мелочи Я доставать Все не буду Потому что Ну Зип Как зип Там Не особо Что интересного Есть Так Дальше Дальше У нас Ой Колумиш Это У нас По-моему Антенна Тоже Сейчас Глянем Да Антенна Если не ошибаюсь Эта антенна Называется По-моему Антенна Бегущей волны Вроде бы Так Здесь Получаются Сами Штырьки Это Колушки Алюминиевые Упорные Их тоже Тут Четыре Штуки Как и Штырьков Здесь Больше Ну я В конструкцию Не Смотрел Но это По-моему Антенна Бегущей волны Если Кто-то Против Того Что я Назвал То Можете Меня В комментариях Поправить Теперь Аккуратно Ладно Я потом Позавязываю Чтобы у вас Просто Время не отнимать Так Смотрим Дальше Так Ну это От влаги Интересно Здесь Аккумуляторы И Есть еще Корабочек Интересно А в Корабочеку Находится У нас Сейчас Открою Вот Такая Вот Трубка Довольно Такая Радиентная Вещь Если Не Ошибаюсь Комплектуется Не со Всеми Рациями Бывает Такой Знаете Картон Интересный Добротный Не то Что сейчас Делают Что-то Такой Картон Наверное Наверное Не рассыпется Так Смотрим Что у нас Еще Есть Так Это у нас По-моему На спину Чтобы Родейка Не резалась Спину Подушечка Потом Что у нас Еще Это Ремешки Всякие Для Рации Потом Это Это Даже Не знаю Что Или Заземление Или Не знаю Напишите Ребята Что это За Скрутка Проводов Так Дальше Еще Один Поясок Да Я доставать Не буду Можете Посмотреть Там Внутри Крепеж На Машину Антенны Выносной Вот Может Она К Выносной Антенне Вот Этот Удлинитель Может И Подключается Но Это Не Точно Я Не Уверен Ладно Давайте Достанем Родейку Глянем И На Этом Закончим Наше Вещание Тяжеленькая Такая Родейка Так Где Вперед Где У нее Зад По-моему Здесь Должен Переод Единственное Что Плохо А Не Наверное Это Аккумуляторная Мне Кажется Здесь По рукам Бьет Конкретно Мы попали В аккумуляторную Здесь Стоит Батареи Две А в комплекте Их По-моему Четыре Так Ну Ладно Давайте Пробиваться Во вторую Часть Тяжело Отщелкиваются Новая Неразработанная Еще Так Ну Вот так Она Вылетит Внутри А Здесь Еще Есть Надпись Осторожно Вас Слух Это Противник Ну Внимание Вот так Она Выглядит Ну В принципе Вот И Все Мог Бы Показать Еще Аккумуляторы Но Они Типичные Я Кому Интересны Аккумуляторы Можете Набрать В интернете Я Даже Сейчас По-моему Здесь В инструкции Название Написано Аккумулятор Вот Они Здесь 2 НКП 20 У2 Наберете Посмотрите Я Просто Мне не Самому Не интересны Аккумуляторы Ну Такая Вот Аппарат Данная Родейка Уйдет Скорее всего На продажу Потому что Банально У меня Места мало А она Очень Громоздкая И Потому Поскольку Она Уйдет На продажу Я Решил Заснять Вам И себе Видео На память Что Был Такой Аппарат У меня Если что Я пользуюсь Вот Такой Баофенг УВ5 У меня Таких Две Рации Она Намного Компактней И Также Можно Найти Более Лучшие Рации В более Компактном Размере Современная А эта Рация Если не Ошибается Ламповая Ну Все Всем Спасибо Ставим Лайки Кому Понравилось Кому Не Понравилось Зайки Ну И Пишем Комментарии До Следующих Встреч В Рубрики Ретро Музей Всем Пока